Может быть, я зачитаю некоторые верши. Ну вот, скажем, как администровать картину миткой з'явы у коротких выявлений. Ну, скажем, Полоцк. Старожитель Полоцк. Часов Эвфросиния. Можно написать роман, можно писать чудовики верши, так вот про все. А я коротко вот саму сутность сказать, зерновость, бо это абсолютно усеянный подход. Я написал так. Звенять званы святой Софии, и пиша слово в кельни себя твои, молоды монаха. Значит, картина. Ну, можете себе увидеть, коллеги, где лиця Полоцк, что тут все-таки связать это з'явы с молодостью христианства, с молодостью краины. Все на это працюет. И светлая келья, и альтерация молоды, ма, 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 яка повинна упрямляться. Бо, коли я почитаю на других, скажу, словах, скажем, там некоторые моменты рублявятся. Вот. Ну, вот такий, скажем, подход. Те, скажем, зусим другие. Ну, вот подход, скажем, про что я казал, про картину и певный подтекст, який повинен выкликать, ну, это тоже целая асоциация. Факстрот. Заключал старый Факстрот. Так, вильня. Вильня предвойной. Кудыстя черная ядя по улице пройшла. Тяжелее, не аще где-нибудь. У окошных рыбках повинен выть сенс и подтекст. Для чего? Бо этого нема уже, не то тяжелее, не аще где-нибудь. Вот. Это сведомостный подход под пуском, подсмотрением верши. Ну, скажем, есть больше верши, скажем, оно каменное, которое такое, трошки, может, про то, про что я казал у Райнера Рильке. Такое, ну, да, на причине, яку сприняться своего некого сенсу успеться, своих идей. И треба разуметь, что поэт, який пише вирочные верши, для его я з'является той приладой, на основе, якой он творит. Ну, скажем, ну, вы знаете, что такое, зараз, все, опять, роли и так далее. Так вот пишут, а он там все только про себя пишет. Лирика – это писание про свою душу. А вы, скажем, душа поэта, душа человека з'является вот той привадой, якой он выявляя окаляющий свет внутренний, и, конечно, ну, говорю другим людям. Так, скажем, это абсолютно такое музео нормальное. Ну, вот, скажем, о нем каменное. Коли вы были на любых могилках, то бачили вандализм, а с облигами старожитных могилках, вот, у винии росы есть такое могилки. Вот, и на кальвари нашей Минской, так само, там, знаю, знаковитые люди похованные. Там и Несуховские, там, и Неданы. Все побито, все пищено. О нем каменный, зимой на росах, пусто, снежно. О нем с отбитой головой и обломанными крылами, и морозной золкой тиши, и промельно вежемертно. Все мгнется, мгнется взлететь над светоидом душу померных. В далекий шлях передо мной распростирается дорога, и перелески, и поли, моя земля, моя трубова. И переследуй меня, як сон холодный, як сувой, як в образ крайних рывалами, а нем с отбитой головой и обломанными крылами. Уже падает свет весенний, уже жалтится клёна лис над океанами землёй, в андроге, як у самолёта, над ночью чёрной немалётной, над скаменёвым континентом, чужим, як в месячный леншат, над пустозельным и званами, як сей народный прадо мной, як край забранный похвалами, а нем с отбитой головой, над вломанными крылами. Летите, летите, товарищ мой! Ну вот скажем, творцы. Навод, малый творца, может стать гением для света, у далекого народа. И наводи гений света будзи неким, у народа слабого. Бо великими не нарожаются, великими робятся, кали народ хоча великих. Ну, можете подумать, например, история багатая, грозных народов, и як гэта отбывается. Конечно, я гэта писал, экстраполирующим на нашу, белорусскую ситуацию. Кали просто, это не как Богданович оказался, а мог бы, я кида многие поэты, мог бы просто быть ненадуман. И я в опыту простого дока, как Дюня Марцинкевича открывается, вот теперь его открывается. Это невеликий творца. Тогда была мова заборонена, тогда не было державы, не было ничего, и ничего не было. И вот великий творца у таких народов, я говорю, не было. Вот что, сказали, ну, уже не хочу тут приводить великую критику, а верили в шмату абсолютно посредственных людей и творчества. Они здесь у меня верили высоко. У тех народов, у которых хорошее мастерство, знамство развито, это все, и они разумеют, что требуется возвышать свою культуру, рубить престиж. И, ну, не шмак таких есть. Правда, не буду наводить критику, потому что пожнутся с пречки, укажут на свои думки, вот, аля, пак такие есть, это справедливо и так, это доказуем. Вот. Ну, и, скажем, скажем, сентенцию, вот еще сентенцию, которая может вам признаться банальнее, аля, леди, варта, было написать, всякие, лечи, покойки, пропагандируется, нечто, неусею, другое. Нечто, неусею, другое. Называется, истина, у спречках николи не нагоджается истина. Только не надость, истина приходит у тишины. Когда мы с Михасем Шарнявским копали лоское запчешь, и вот пришли, вечером уже солнце заходило, что было светло, и зачистили профиль. Уже раскоп был готов. Что такое профиль, я расскажу. Значит, раскопки ведутся по пластах, по 20 см, привязываются все находки, какие есть, и привязываются на профиль. Профиль зачищается, и на стене видать все насвоения. Где коллеги, где были находки, в каком с того, где что отбылось, где был пожар, где что. И добрый археолог умеет это читать, тебе не важно профиль правильно прочитать. Можно сделать интересную основу, когда ты связываешь с находками, с пластами, и читанием профиля. Вот зачистили профиль, и Миша раптом показывает такое, такое, вот тут это было, Изусим другую концепцию, какую мы вот полчаса расколков, уже у землику записали, что-то вот так. Изусим другое, и я здесь погодимся. И он каже, увидел, что открытие родится в тишине. Сентенция про Солнце, так само, я это читаю, бо, может быть, для нас она, она вот актуальна. Солнце. Тому, кто чекает, что заглянет Солнце у его конца, Солнце не заглянет никого. Солнце светит тому, кто до него ныкнется. Памятайте, заглянет Солнце и ваше вагон. Все было, такое, это, это, было, субботно. Сподеваться, что само заглянет, не треба, вот, коли будешь змогаться, так часом, треба голову поквасти, так и Солнце заглянет. Ну, такие сентенции, как бы, банальные, но, где оно, тогда успремается. Ну, я тут шмак таких написал и по сентенции, и все, может, скажем, для вас так само знаемая, будя, покольки вы уже американцы, и вы, зразумеете, что я думал, когда я писал вот такие вирши, это так само подтексты и сентенции. Вот. Вот. 185. Значит, прокаду лабер, машину по дороге, по дороге, по старой про индейское рецепт, вежасистых гор на фарбованных лодках плывут роботом бледнотваря, ком-ком, пейте. Другая, недельца. Но, ну, слышно, мольчинности поэзии, что некоторые, банальные речи, это неважно показать вот таким образом встание. Оно по-другому упрямляется и практически, но, говорится, боб поэта. Калли Хорошек это подразит. Ну, и еще я почитаю трошки версию, это уже на Закончение – это про «Заликое князство». Значит, вот у меня есть такие два верши, не более, ведь целая серия – это десятка, но вот таких-то я износил два. И не могу вам сказать, что вот, скажем, «Верш князства» Я написал под вплывом, ну, как бы картина у меня была, не то, что под вплывом, но и картина была – это верш «А кто там идёт?» Я не купал. «А кто там идёт?» – это «могутный» верш. Это «могутный». Вы в школе учили, видите? Хотя, глядяче, как наставник прикладал, но это не меньше – все, ну, великие люди, навод горки – это зауважен. Горки – ну, вдоль до человека, треба сказать. Так вот, не под уражением этой картины, которую являл и являл, а кто-то везде, а кто-то надел огромный стей такой громаде этого русского, «Верш князства» «Верш князства» «Рушайма» «Идем» – промолит князь «Спешайма додому у наше князство» Прыукрасная небыбор «И светлое небы лето» «Кали над нарочу бемы летить батя» «Там шагает нас Бог, там горцуют крыватые кони» «Идем» «В горах и далах неглава с крыжем и косами и протумеранцем солнца «Идем» «Цугом» «И в иптушенный шлях «Кали изникает месяц» «Обкружаем землю» «Идем» «Солнце в наше князство» «Тема» «Тема такая» «Я не скрываю» «Это в образ Купаловский» «Я говорю, вот протяг» «Так само на многие мовы есть выделенный сборник на многие мовы «А кто там и делает?» «Ну и тут я вам прочитаю Йосю «Ну как бы это я ввел такую манеру поэтичную» «Я не открыл это» «До меня все было» «Кали першим написать некий вершик» «Такий может быть свинно короткий» «Может быть некой тирадочков» «Двадцать три» «Пишется «Такий почутцевый уступ в стиле белого верша а также на прозы что было так и так и так и так и так и так и так…» «И тогда я написал» «И тогда уже и есть вершик» «То тут далекий разумеется эссенцию вступок, такого трагичного версия, к которому этот стул подходит, довольно трагичный терп. Называется «Хмары». Вот проза спочатку, такая белая проза. «По дорозе злом же до августова Усе края виды Выкликает довер, Быть сам давно тут был, И все знаемо, И навык таянницы, Что местятся в душе. А навоковые вёски, Попула и Добреялова, Муралы и горки, Буды, Гуд, Притулов и Залезь, Кучына и Мигмы, Дягина, Гнатова, Шчуча, Рады, Дыбоча. Усе, что засталося от беларусов, Які жилі тут, Я ще сто годов. И гэта назвы вёсок, Дырэчка нарва, Шчо котіцца ў бух, Ды земля, Знайомая края вилі, Дабой знайдомая дарь. Калі гляджу на іх, Як плывуть перед вачым, Рассілаіцца фарвами Над паляды, Дрэвами на пагорках, Светяцца ў траве, Ды зелёныя руйна, Жуцізной і житам, Ды снежний райёй, Пад мокрый шэрм цёплым небом. Усё гэта закладае мне в душу, Усё гэта открывае мою строкові сіде, Измешиваецца як мара, Як палітра, Як водоспад, І напаляецца музикой своїх. Гэта гучыць зямля, Пэмна яна узгадала мене, Пазнала, Я твой зямля, твой, Я чую цябе. Хачу пагаваріць з людьми, Што тут ака засталіць, З бавыни білорусам, Такія падобні у них обліччя. Гэта 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 гаваріць. Гэтак думав я по дорозі з Лоужи до Агустова, Єдучи ў Бірню, І тады я сабе напісал. Калі з тратціві князства Цем рычароту вийшли на землю, Топат їх капытаў Ні бы гул от гремотних мар. Як лавіна воды клубом пыл, Як пад ветром пожар Паверхальнах древ Пагавлах над нами шуіць Дез конца Ні стіхана Па нашим князцьм. Між стоптаных паўоў, Щаро дымных кастришчь, Мы чакаем своў пары. Їнна брызе як звон, Їнна гудзе як ветер з високіх недос, Їнна стане як полене душ, І як серце агоні, Калі вернется нашим князцьм. Коўю мову пракладе ўдете? На итальянску. Берете, пасля Польска наибольшу праклад е форциў отрадеў. І притым, як мне говорив Валера, ўдене пыдаўку праклад. Що паостаўе ённа. Їнна господаре пракладе? Ну, і он професійный паэт, притым хороший паэт, Десятки паэт. Ну, і што? Може був седя, ўжо заканчиваю Ванг. Може прочитаю. Ну, от скажем, тут шмат вершоў, які палараюця усюбеў. Ну, от скажем, по-польску. Белый рыцарь, Белый рыцарь. Идать по дороге. Споткал он лестца. Был он в белом плащу. На колу червона. Рыцаржу. А кого ж ты шедешь? А летро в поле, мои братья. Зашлем а летро поляра. И не будет. И в поле битвы уже лесом поросло. И затримал мыся, чтобы показать ему, что не затримайся. Идь, говорил мой белый рыцарь. Твое поле – это шлях. И когда затримаешься, то лес выросли на шляху. И приспешил коня. Я думаю, разумело. Но тут интересно то, что, конечно, зависит от перекладки. Но каждая мова, и она уносит свое дыхание, свою мову. Отшивание особливых версий, отшивание совсем другое. Тут нема русских перекладов. Ну, никто не знал о материнской перекладке. Но, может быть, и хорошо. Потому что, видимо, это интересная вещь. Когда я читал переклады в классе, когда я был в Водановича, Некоторые украинцы видели первую всю святую югу в 60-х годах. Переклады на украинскую, белорусскую бандаловича, купали на русскую и белорусскую. Русская мова проваляется. Просто проваляется. Курган, выдачный на трех мовах в 60-х годах. Может, кто старейших и читал. Русская мова, ну, нема, никак. Не могут это открыть купаву. Не позволяет мова. Русская мова трошки штучная. Потому что, ну, верите, почему, на какой основе она отворилась и так далее. Нет. Колоса недавно переклады на русскую мову. Ну, небожатые, будем снегать. У людей садятся уже в обед. Ну, мать, пора. Пора за стол. Что-то такое. Знаете, не отрывайте. Ни мой день не находит свины камертона для белорусской мовы. Для украинской то же самое. Это проблема. И это проблема не перекладчиков. Это проблема мовы. Ну, я думаю, тут есть люди, которые изучали людей. И русскую мову. Видите, какая была ситуация. Садлево в 18-м столовом. Початку 19-го. На той годы ничего. Литература уже развивалась. Ничего не могла написать по-русски. Ни каких тонкостей выразить. И, калей, кто, ну, глубоко теканится, тот почитаете Сумарокова, Аблесимова, там, Каплиста, Гржавина. Этого самого... Аблесимова. 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 Ну, и так далее. Вот. И тому это была проблема. И специально старались все-таки, ну, не что займали сделать. Первый это Жуковский пробовал. А Аля Кончатков это сделал Пушкин. Чому я его и верю не цехать. Это с правдой. Он сделал сейчас русскую мову. Вот. Так вот. Ну, и тут я еще мог, может, по-украински прочитать так само вершик. Украинцы шмат перекладывают. Украинцы, украинцы перекладывают. Секундочку. Значит, этот вершик называется «Краса». Дерево под снегом и дерево под свитом. Однаково гарни. Может, они, что убили убрали. Потому что, когда снег стал чорным, Жизнь стала и не станет. И тяжче было, как бы чорным стало небо. Бог сотворил землю по законам красы. И тому житься чудово есть. Ну, а так. Украинцы довольно хорошие поэтессы перекладывают. Ну, по-немецки уже читать не буду. Хотя, трошку немецкое видео. Белого рыцаря тоже перекладывают. Как я уявляю, на остатних, не знаю, как выводится, Практично укладывают на все мовы. Ну, и, наконец-то, я прочитаю какого-то «Белого рыцаря» вам по-белорусски. Ну, и на этом, на этом я уже не должен быть. На этом чем-то, я просто шукаю текст 52. Белый рыцарь. Идучи по дороге, я споткал вершинка. У белого плаща на червом коне. О, рыцарь, кого стервешь? А ветру шукаю в поле, мой брат. Дома уже ветру, скажу, и не будем. И поле битвы лесом поросло. Я спинюся, как показать ему древы. Не спиняйся. Иди, сказал мне белый рыцарь. А я поле шляху. И я спинешься, вывезти лес на шляху. Сказал и пришпорил коня. Я думаю, польский поэток. Польский дословник. Я не заброшу, а не так само. Ну, я могу польский поэток сказать. Польский дословник. Сказали, может, не важно. Так вот, я выражу так и снова твое задумывание. И лечу, что это для культуры доброе. То, что ты решили перекладывать на разные мовы. Я теперь рассылаю это всем этим файлом, перекладчикам. И эту книжку, ну, и, конечно, библиотеки. И думаю, что для белорусской культуры, ну, это, все ж таки, послужить, может, больше, просто томик моих держав. Переклад – это, конечно, не важно. И тому я вдячный всеми этим авторам, которые перекладывали. Я тут у Прадмога, у Прадмога на трех мовах, выклинил ему всем подяку этим авторам. И каждый из них отримает некоторые экземпляры. Так что, может, будут контакты развиваться и далее. И это поспоряет нашей литературе. Я уверен, что такие изъявы не могут быть этой литературой поспорять. Дякую вам за терпение, за увагу. Может, есть всякие питания, альбо ожидания выказаться.